Я вчера смотрел, как патриарх служил, ну, предварительное слово говорил в храме Христа Спасителя на Пасху. Прихожан ни одного нету. Целые толпы священников, монашествующих собрали. Из-за чего? Запрета нету. В Москве сняты запреты. Да еще мало того, некоторые в намордниках. Какое страшное состояние в церкви. А из-за страха, чтобы не было покушений, потому что президент приходил со свечкой и стоял с красной. Она не может быть красной свеча, она должна быть только желтой, воск. А там это химия все. И вот патриарх говорит, ну, знаю, что у него там докторские степени, у него столько знаний, столько он учился, везде знает. Ну и говорит-то в храме, тут уж за ним никого нету, но он показывает, кто он. Я каждый день за него молюсь. И вот я вчера смотрел это дело, это два с лишним часа. Он говорил маленько, потом дальше как служба идет, и он говорит о Пасхе. Дорогие братья и сестры, всякий раз по традиции перед началом пасхального богослужения я обращаюсь к вам из алтаря Храма Христа Спасителя. И когда в прошлом году обращался, то сказал о том, что слово мое звучит в храме, в котором не было народа. И свидетелем тому была тишина, такая непривычная тишина в храме, где должно совершаться пасхальное богослужение. И мы знаем, почему так было. Эпидемия, страшная инфекция действительно в значительной мере парализовала жизнь людей. И это сказалось в том числе и на религиозной жизни, на посещении храмов. А вот сегодня мы слышим шум. Шум от наполняющего храм народа. И радуется сердце. Что-то все-таки произошло за этот год. И в первую очередь, несмотря на то, что еще остается угроза заражения вирусной инфекцией, она постепенно отступает под натиском общих усилий и врачей, и властей, и каждого из нас, кто научился жить во время пандемии и кто использует все необходимые средства для личной защиты и защиты своих ближних. В этот день, пасхальный день, мне бы хотелось от всего сердца пожелать всем вам, всему нашему народу, скорейшего и полного освобождения от коронавирусной инфекции. Но не только. Коронавирусная инфекция заражает тело человека. Но мы знаем, что существует множество невидимых инфекций, которые заражают человеческую душу. И если болезнь тела очевидна, от нее страдает человек сам, и окружающие видят, что он страдает, то вот от духовной болезни не всегда пристекают какие-то видимые действия со стороны человека, которые бы помогали людям и ему самому опознать, что такая болезнь существует. Болезнь духа – это та болезнь, которая возникает от человеческого греха. Да-да, от того самого греха, о котором современный человек не имеет должного представления. Иногда даже иронизирует это понятие. А на самом деле грех есть духовная болезнь. Как вирус – земная, физическая болезнь, так грех есть духовная болезнь и куда более опасная, чем физическое заболевание. Христос пришел в мир, пострадал и воскрес. Именно для того, чтобы своей жизнью, смертью и воскресением даровать нам победу над грехом. И он принес нам эту победу. И для того, чтобы мы стали наследниками этой победы, мы должны хранить веру в сердце, несмотря ни на что. Мы должны возрастать в совершении добрых дел, для того, чтобы мы сами менялись и чтобы мир вокруг нас менялся к лучшему. И если будет все так, то действительно наступит исцеление, то самое духовное исцеление, которое не менее важно, чем физическое исцеление от болезней. Дай Бог, чтобы народ наш в полной мере обладал духовным здоровьем. И одновременно, чтобы и физическое здоровье наших людей не подвергалось таким опасностям, каким оно подвергалось и еще, к сожалению, подвергается под влиянием грозной инфекции. Я всем вам желаю доброго здоровья, душевного и телесного, мира, благополучия, покоя и, самое главное, твердой веры и убежденности в том, что воскресший Христос открывает нам реальную возможность к тому, чтобы менять жизнь к лучшему. А это значит возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке именуется счастьем. Я сердечно поздравляю вас с праздником воскресения Христова. И пусть свет от той самой пещеры, в которой произошло это таинственное и великое событие, духовный свет Евангелия, прикоснется к каждому из нас, укрепляя нас в вере, в благочестии, в мудрости и в чистоте. С праздником Святой Пасхи всех вас, мои дорогие, поздравляю! И вот если человек, который никогда Библию не считал, он скажет, ой, как хорошо сказал. А он нигде не сказал так, чтобы душа дрогнула. А вот именно Христос пришел, оставил такое учение, исполняя которого мы будем дружны друг с другом. Ну и все такое. Опять учение. Учение. Учение происходит из жизни его. Для того-то явился Сын Божий, что умереть за наши грехи. Он этого никак не говорит и не подчеркивает. Это патриарх, который апостол и святые. А он не святой и не святей, а святейший. И диктор говорит, говорит, его святейшество, святейший патриарх. Это что ж такое-то? Вот слово «хорошее», «расхорошее», «наилучшее» нигде не говорят. А самое страшное. Выше Бог где-нибудь святейший назван. Бог святейшим не назван. Словом «святейшим» только два раза Библию употребляется. «Укрепляясь на святейшей вере вашей». Иуда пишет. Послание святого апостола Иуды. Святейший. И в Ветхом Завете говорится, на святейшем месте семь, где был храм. Присутствие Бога. С опущенного руками никогда на молитве не стойте. И руки или подожмите, или поднимите, или распространитесь на земле. Или в руке держите Библию. Вы посмотрите иконы. Ни одной иконы нет, чтобы руки были опущенные. И только одна. Или совета. Вот понимаешь, когда начинаешь дальше смотреть, и кто художник рисовал, он не знал. Это опущенные руки. Дрожащие колени. Почему не советуют ноги подъебать? Это все имеет глубокий смысл, отражение нашей действительности. Это не важно. Борода не важна. Без платка не важна. Главное сердце. Так это и сердце все исходит-то. Сердце-то мы не видим. От избытка сердца, говорят, устая матерки. От избытка сердца. А не так, что в устаю входит не грех. И посты не соблюдает. Это все обман. И вот я вчера послушал, как патриарх, как бы поздравительное слово говорил. Все. Уверовать никто не сможет от такой речи. Започитай послание к Коринфянам. И Павел непрерывно говорит об этом. Я решил ничего не знать, кроме Христа и притом распятого. Слово распятие даже, кажется, ни разу не прозвучало. Почему? Вывод один только. Он не знает этого. Не знает. И не примирен с Богом. Я только так могу понимать. Он не мог скрыть такую тайну, если он пережил духовное рождение. Он бы хотел молчать, но звуки лились бы из него, как из Иеремии. Я усилился молчать, но не мог. Внутри меня как разлитый огонь в костях моих. Вот что пишет Иеремия. Патриархи, папы этого не скажут. Они думают, будут беседовать, разговаривать, что-то они смирят. Ничего этого не надо. А как молитва? А молитва, она такая, что дальше разумения не идет. Вот кто не видел это, попросите, я скину все эти ресурсы. Как шло богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Ни одного прихожанина. Вокруг крестный ход. Они толкутся, ходят с разной стороны, кодя дым пускают. Все это фальшь без Бога. Без Христа это пустой надрывный звук. Хористы там поют, как они заливаются, там возгласы делают, а Христе нету. Скинем на первый век. Делали от апостола или нет, чтобы кружить все вокруг стола. А вот теперь эту плащаницу, я не против, я православный, я принимаю. Но это не на первом месте должно быть. Два с лишним часа. И не одной проповеди о жертве Христа. О любви Божией говорит. Ну скажи, какая любовь? Апостол Павел говорит, он доказывает свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были грешниками, еще не прощенными. Я, по-моему, прямо говорит, переписом 1.21. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Не Христова смерть только, моя смерть за Христа. Не только. Я откуда это все знаю-то? От Слова Божия, которое я получил у сектантов в руки. У сектантов, которые с баптистами вместе были 27 сентября 1962 году. Нынче 27 сентября будет 60 лет, как я держу Библию в руках. У меня был апсалтырь. Я апсалтырь стихотворения написал, когда сидел в тюрьме. Кладу под подушку. Под это было сказано. Если не знаете, я апсалтырь могу скинуть. Она, кажется, положена на песнопение. Вот как. Ко всему этому добавляю. У меня нет образования гуманитарного, нерелигиозного. Я технарь. Строительный техникум, как колледж называют. Итак, никому не доверяйтесь, а доверяйте в Слове Божием. Я не хочу этого говорить, но внутри меня как разлитый огонь. Я буду говорить. Может, ролик составим. Но вы первые, которые после моего просмотра патриаршей речи. Почему? Потому что ближе вас никого нет. Вы на молитве. Завтра будет больше. Они тоже будут близкие. С Богом. С Богом. Храни всех Господь. С Богом. Храни Господь. Аллилуйя, любезные мои, дорогие мои. А вы мне, пожалуйста, скиньте вот то, что вы говорили сейчас. Субтитры подогнал «Симон»